сегодня тематика видео будет опасно ли делать жим из-за головы это постоянно переваривается в интернете кто-то кричит за кто-то говорит против я вам скажу так что жим из-за головы был одним из моих любимейших упражнений во время моей профессиональной деятельности выступательного бодибилдинга по сей день остается также значит сейчас я ничем хвастаться не буду могу показать только старые фотки которые показывают как развит дельтовидные мышцы и одно из любимых всех упражнений было это жим из-за головы что он дает он дает во-первых ширину вот еще одну фоточку вот это хочу показать одна из моих любимых поз то есть он дает разворот центральной дельты хорошо развивает передний пучок и центральную дельту значит что необходимо помнить при жиме лежа из-за головы рано действительно опасное упражнение но заставь дурака богу молиться он себе и лоб разобьет кровь правильно слышали такое окей значит существует несколько нюансов правильного и неправильного исполнения жима жима из-за головы значит я покажу неправильный вариант чтобы узнали опасный значит сначала надо конечно размяться очень хорошо очень хорошо размяться подготовить суставную сумку вот небольшим весом а потом что делают все очень часто вид видно как в зале делают во-первых положение руки идет очень острый угол не 90 градусов многие берут 45 там и вообще там еще еще меньше и что они делают во-первых прогибают запястье покажи сбоку пожалуйста на мою запясть вот такое делают это называется запястье powerlifter вот идут очень глубоко поднимают также выпрямляют руки сильнее я еще видел варианты вот такие чуть ли не армейский жим из-за головы значит объясню чем это опасно суставная сумка головка плеча значит при поднятии вертикально вверх она упирается в акромиально ключичную связку и этим опасно то есть если я буду поднимать руку вот так это как бы неестественное положение руки и это опасно когда головка плеча давит на акромиально ключичную связку вот у меня травмирована порвана она я не могу сказать что это из зажима из-за головы потому что я его практически не делал последнее время я делал только жимы горизонтальные когда увеличивал веса вероятно тогда там года полтора назад она у меня лопнула сейчас находится травмированном состоянии и даже это состояние моей акромиально ключичной связки в порваны дает мне возможность выполнять жимы из-за головы значит жимы из-за головы как я рекомендую который не будет травмировать вас вот сейчас я покажу значит положение кисти запястья должно быть ровненькая потом я говорил что угол очень опасно угол надо сделать как можно больше вот по ширине штанги грифа снимаем опускаем до глубины глаз локти чуть-чуть вперед чтобы вы видели свои локти то есть по траектории движения грифа также идут локти бум глубоко опускать сильно не надо и поднимаем вот если посмотрите на положение дельты то как вы видите такой головка она упирается акромиально ключичный сустав но не так не под таким острым углом соответственно если я буду выполнять пампинговые жимы вот в таком положении то все что я чувствую это передний пучок дельты и центральный все что я хочу почувствовать в этом упражнении еще я заметил и своей практике чем шире я расставляю руки тем быстрее забивается центральный пучок и мои наблюдения говорили о том что тем шире будет становиться ваш плечевой пояс вот это положение абсолютно безвредно для сжима из-за головы я его всегда делал мне она всегда нравилась поэтому помните никогда не делайте острый угол шире соблюдайте правила прямой за прямого запястья локти все время оставляйте вот так вниз вот это самое безопасное положение для жима из-за головы но опять-таки это только мое мнение с вами был папа всем привет